друзья привет я короче нахожусь недалеко от города фитхия это город каакей заброшенный старый каакей по-моему правильно каакей заброшенный старый город его 1850 году стали покидать из-за землетрясений которые произошли в фитхи а потом землетрясения и пожары и короче местное население покинул этот город и так она у него не вернулась я тут нашел тропиночки решил полазить посмотреть потому что мое предположение было что а все катаклизмы на планете случились столетия назад я решил пойти посмотреть а так ли это на самом деле интересная тема странно что здесь важно везде сухо в городе в этом влажно ты же видите строит из глины строились боя использовали дерево видимо печка ну такое фундаментальное строение зато пройду здесь сейчас надо будет еще поеду так и груз называется каакей кайки сейчас надо будет еще поизучать что про него пишут но там было пару мест таких вот их отсюда видно очень похоже на пирамиды причем опять мы видим город на вершине горы нам говорят что город но это похоже опять на спецификационное сооружение интересно что такое вкус какой-то интересным не ведет везет а спонтанные находки видно что это кусок глины тамфоры чаши кстати считается что в восемнадцатом веке какие город построены на руинах еще более древнего города смотрите вот это и есть на самом деле основа более древнего города или там она точно не могу сказать интересно все камушка камушек лет а стерся камень который мне в руках а этот вообще не стерся ну что мы видим 18 век видите строят из разбитых амфор то есть они сначала наверное делали посуду потом разбивали амфоры а потом закатывали их в коробку очень странно поэтому нет скорее всего амфор было много разбитых откуда в 18 веке было много разбитых амфор из которых построили стены города или крики детские ну на самом деле да я смотрю что все стены построены из строительного боя ну очень капитально очень очень капитально очень забавно что капитально вот а это уже следы наверно посмотрите это просто но кстати да это ликийская тематика хорошее место изобрел вот он древний забытый ликийский язык у меня такая чуйка что он читается справа налево кстати древний да во-е-р-ви-д-г-о-н-о-а-лапара лапара не такой уж он и знакомый язык то так привет духи я думаю помещение создавалось для работы со звуками и с вибрацией похоже кстати кстати смотрите мы зашли внутрь здесь во первых ветер очень сильный смотрите как калышится хотя здесь все закрыто то есть здесь есть какая-то скрытая вентиляция но помимо вот этой но самое забавное смотреть это короче кусок глины впечатанный ну и самое забавное что все это помещение она как будто знаете его выжгли смотрите обожженная вся тема конечно терлась может быть как келья но тем не менее здесь как будто чем-то очень горячим прошлись реально как будто здесь выжигали это все прикольно смотрите какая-то штука прикиньте какая-то глыба во-первых какие размеры у нее сушить как-то не вяжется город восемнадцатого века который был построен на руинах более древнего города почему-то буду древнего да по поводу базе более древнего города ты все это сюда здесь стоит очень интересно то есть все таки все таки ликийской цивилизации на самом деле очень интересно кто такие ликийцы были но я имею ввиду в глубоком смысле слова потому что вот это не новодел эта штука стоит здесь давно символы давно символ очень похожи на древние древние различные группы которые сейчас связаны с русским языком риска славянские причем начиная изучать санскрит я обратил внимание что мысли короче стали другие пищать вообще другие просто слова совсем вы тоже что-то такое знаете фортификационно защитная снаружи обработана очень забавненько слушать а он походу гигантских размеров этот город обалдеть ухты но это точно новодел вот она пошла тема окрестим мы не другой звук не идет не идет но тоже мы видим вот эту вот тему с обожженной штукой кстати а вот это уже наверное такой новодел я сначала это фетки на пляже я считаю это такой современный фетиш о а вот здесь лазит лазить и лазить господи то а фигеть обалдеть друзья вы просто посмотрите на масштаб того что я нашел так охереть я конечно думал что это пару домиков но я не думал что это сотни домов офигеть блин это знаете этой страшной и прекрасной блин обратите внимание вот здесь вот интересная конструкция стоит центральная гора если он был построен в 17 веке где бы я оставил самую важную конструкцию ну-ка я бы поставил максимально повыше либо посередине города либо посередине города город бы строился вокруг чего-то самого древнего то есть если я поднимался снизу гипотетически самая важная часть этого ликийского города а люди просто так не покидают города даже при пожарах все могло пройти закончится вывод 1 началась выбраться вообще в поле браться страха и что-то такое сейчас сюда современных странах и городах а миграция идет полным ходом обратите внимание кстати вот эта штука могла и быть центром потому что ликийская письменность была снаружи что у нас тут оба нашел да спускаться это другой вопрос я чувствую что я прям чувствую заметили я иду по принципу до меня ведет и постоянно прихожу туда куда где-то рядом где-то рядом что-то важно во все это мертвые горные местности а офигеть офигеть здесь есть какой-то трекинговый маршрут для обычных смертных а есть такие как я дикий персонаж вот он центральная площадь она опять же это похоже похоже на новодел вот эти храмы которые были 80 века они ниже то есть где-то здесь там я увидел опять вход какой-то куда-то мой экспресс изучение древних городов засыпанная штука там наверно тоже засыпано сушки но слишком большой слишком большой я думаю посерфить в интернете его ключевые места доверюсь потоку прогуляюсь просто мирно тут куча обрывка это заберу с собой как часть этого города попробую поработать потом с этим интересный элемент фасада лестницы обратите внимание что лестнице как будто все удалось термической обработки но дерево не сожжено дерево которое использовалось в качестве никого армирующего не не везде кстати она есть я схожу смотрю как будто знаете здесь не сильная термообработка случилось то есть потенциально если планету бомбардировали кстати а в поисковиках написано что во время пожаров фетхи и заметьте я был из в горный алтай и история про то что господи что там за город у нас большой забыл и даже а горного есть большой город и этот город барнаул он раньше был сожженный 1800 каком-то году он был сожжен пожарами считается что кто-то промасливал свою лодку местный какой-то поп и там все возгорелось и сгорел целый город но если вспомнить пожары 812 пожары в других странах пожары в италии а теперь и пожары фетхи то ребятки судя по всему что эти пожары случились на всей планете а судя потому что мы находим огромное количество засыпанных этажей городов подземные города то скорее всего случились какие-то боевые действия по отношению к планете каким-то массированным оружием что вызвало большую приливную волну с одной стороны с другой стороны города были поражены какой-то высокотемпературной штукой и даже не знаю что за оружие и они оплавились многие оплавились многие города всполыхнули те города которые находились вот как вот этот город или может быть фетхи они оплавились все смотрите это кусок глины да он просто лежит здесь да ну смотрите какие закругленные края то есть это не курсу не кусок плитки такие куски обычно находишь в море в океане они морем бьются да здесь есть чем они многие они округленные понимаешь что дожди годы но это не столетие это ну смысле это не тысячи лет здесь лет разрушений ну примерно там столетия как я думаю поэтому моя чуйка что сто двести лет назад на земле случился глобальный катаклизм который повлиял а на погодные условия на планете сдвинулась температура поменялся климат плюса может быть случилось переплюсовка может быть даже каким-то чудом зима появилась потому что я находил картинки вернулся туда откуда пришел я находил картинки гравюры 19 века некоторых регионов россии там где сейчас холодно и уже даже сейчас в ноябре лежит снег там росли пальмы и фрукты а сейчас там зима поэтому планета точно подверглась какой-то массированной атаки каким-то сверхмощным тактическим оружием после этого случилась волна прилива потому что в некоторых местах блин волна вызвала о точнее массированный удар вызвал поднятие волн гигантских параллельно все горело короче было стирание цивилизации смотрите здесь работала м дэшка м д это металлоискатель и он здесь прям копал видите это было прямо вот на днях недавно видимо здесь нормально коп с монетами идет он вообще открытый принципе ребята приезжайте в турцию копать я понял эти города они ну они просто кладезь знаний артефактов вообще всего-всего-всего-всего я удивлен что здесь нет большого количества поисковиков но они здесь присутствуют сурсе но видимо он так под постройка которая нашел с письменностью ликийской скорее всего это есть то ради чего я приехал вот чуть-чуть обознался со своей чуйкой я раньше встретил то что я искал но город гигантский я прогуглю еще что здесь есть гипотетически такого фундаментального яркого интересного но моя чуйка подсказывает мне что ну вот уже на протяжении долгого времени просто недавно решил начать снимать все это дело показывать свои происки по разрушенным разрушенным древним городам локация что вся современная история планеты она переписана переписана победителем вот собственно победитель ли и кто этот переписывающий историю кто эти переписывающий историю существа люди победителя почему я это делаю я это делаю потому что я по натуре своей исследователь и мне интересно исследовать мир в котором я живу я хочу что же надо наши планеты эволюционировал развивалась но еще добавлю одну интересную тему не знаю зайдет это вам сейчас но я вам расскажу короче вы все знаете термин фатальная ошибка часто вы используете в диалоге типа фатальная ошибка я совершил фатальную ошибку но мало кто знает что все начнете гуглить читать древние штуки раньше на орбите было несколько еще планет фата и леля и фата была разрушена и упала кто-то считает что на землю кто-то считает что она вообще была разрушена короче фата и фата это фатальная ошибка то есть после падение фаты на планету после падения фаты на планету термин фатальная ошибка стал ну он откуда он пришел поэтому те знания которые я получаю они примерно вот такие да фаты леля по поводу лели не могу сказать но спутники были разрушены и одно из каких-то учений которые изучал говорит о том что фату разрушили люди которые существа которые жили на планете потому что на фату прилетели паразиты вот как она упала когда это было я не могу сказать но моя чуйка что пазл складывается